МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня в выпуске. Новые меры поддержки мобилизованных не будут штрафовать за долги. Избежать трагедии, как правильно пользоваться газовым оборудованием. Сравчане могут принять участие в жилищных программах, кому положены льготы при покупке жилья. Далее расскажем обо всем подробно. 20 января в Лукоянове прогремел сильный взрыв. Разрушился двухэтажный нежилой расселённый дом. Пострадали два человека. Мужчина оказался под завалами, его удалось спасти. Предварительная версия произошедшего – неисправность автоматики газового оборудования. Подобные истории, к сожалению, не редкость. Аварии в сфере газоснабжения входят в топ-3 инцидентов ЖКХ, уступая лидерство лишь происшествиям в сфере вода и теплоснабжения. За период 2022 года в целом по стране, согласно статистике, произошло более 80 тысяч происшествий, так или иначе, связанных с газовым оборудованием в быту. Это порядка 15 тысяч аварий по стране и менее серьёзных инцидентов около 65 тысяч. За январь в регионе зафиксировали 9 случаев отравления угарным газом. Всего пострадало 17 человек, из них трое детей. Погибло два взрослых человека. В большинстве случаев отравление угарным газом приводит к тяжёлым последствиям и требует значительного времени на реабилитацию пострадавших. Специалисты Саровской газоснабжающей компании обращают внимание жителей на важность соблюдения правил безопасного использования природного газа в быту. Обращать внимание на цвет газа на комфорках. Газ должен поступать в квартиру без шума. То есть огонь на комфорке должен быть без постороннего шума. Цвет должен быть голубоватым. Газ в смеси с воздухом, взрывы, пожара, опасен источниками воспламенения смеси могут стать открытый огонь, спички, сигареты или электрическая искра, возникшая при включении и выключении электроприборов. Во избежание отравления необходимо проверять тягу перед розжигом. Сразу после включения газовых приборов и в течение их работы следить за исправностью вентиляционных каналов. Постоянно проветривать помещение, особенно перед сном. Обязательно каждый год показывать специалисту газовое оборудование для проверки. Осмотры проводятся регулярно, проводятся представителями газовой компании. У нас центр ЖКХ и газовой компании города Сарок заключен договор на оказание услуг по ВДГО. Представители газовой компании своевременно извещают жителей, разносят уведомления по квартирам. Если вы не получили такого уведомления на руки и не нашли в почтовом ящике, то дату проверки газового оборудования в вашем доме можно узнать в газоснабжающей компании города. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Саровчане могут претендовать на участие в трех программах по улучшению жилищных условий. Для молодых семей, ликвидаторов Чернобыльской АЭС, а также для тех, кто уезжает из ЗАТО. Сейчас идет формирование списков на следующий год по участию в этих программах. Финансируются они из федерального, областного и местного бюджетов. Заявления на включение в списки претендентов для получения социальных выплат по программе «Обеспечение жильем молодых семей» принимают до 1 июня. Если в семье произошли какие-то изменения, то об этом необходимо сообщать. По молодой семье произошли значительные изменения. С этого года применяется расчет, в котором учитывается, скажем так, коммерческая стоимость жилья. Поэтому суммы выплаты выросли, и, исходя из этого, изменилось количество участников программы. То есть финансирование у нас осталось на том же уровне, но количество семей, к сожалению, сократилось. Многодетные семьи, то есть семья из пяти человек, в этом году уже получит свой плод в размере трех миллионов. Чтобы семья могла участвовать в программе, необходимо отвечать нескольким условиям. Возраст супругов не должен превышать 35 лет. Нуждаемость в улучшении жилищных условий и наличие такого дохода, который позволяет приобрести жилье. До 1 июля текущего года также принимают заявление на получение государственного жилищного сертификата от ликвидаторов на Чернобыльской АЭС и от граждан, претендующих на получение субсидий по программе поддержки уезжающих из ЗАТО на постоянное место жительства. Граждане, которые отработали в определенных организациях на территории ЗАТО, имеющих стаж не менее 15 лет, уволившиеся, либо вышедшие на пенсию, которым ездят сдать какое-то жилье на территории ЗАТО, и которые не имеют иного жилья за пределами ЗАТО-САРО, правят претендовать на федеральную выплату для приобретения жилья на территории всей Российской Федерации. Очередники, которые претендуют на обеспечение жильем по договорам социального найма, должны пройти перерегистрацию в срок до 1 апреля. После завершения перерегистрации списки утверждаются для работы на текущий год на комиссии по жилищным вопросам. Также проводят проверку всех списков на получение жилой площади, спецфонда, общежития и служебной квартиры для определенной категории граждан. На этот год мы уже получили контрольные цифры по всем программам. По молодой семье, к сожалению, всего три семьи, две из которых многодетники будут у нас получать все время выплат. И по переселению из ЗАТО и по чернобыльцам пока по одному государственному жилищному сертификату. Почему пока? Потому что практически всегда потом издаются дополнительные приказы, а направления средств для реализации этих программ. Если у вас, как у очередника, возникли какие-либо изменения, необходимо сообщить об этом в управление по жилищным вопросам. Получить консультации можно по телефону 977-51. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей Саров, 24. Мобилизованных освободят от начисления пений. Указ подписала глава региона. Мера поддержки распространяется на случай несвоевременной или неполной оплаты жилищно-коммунальных услуг и взносов на капремонт. Также, согласно документу, не оплачивать пений имеют право члены семьи мобилизованных граждан – дети, родители или супруги. Период освобождения берется на весь период, пока не закончится контракт. У мобилизованного гражданина рассчитывается освобождение именно на этот период. И действия распространяются на отношения, возникшие с 7 октября 2022 года. То есть за весь этот период можно подать заявление с приложением необходимых документов. Право могут воспользоваться как собственники помещения, так и наниматели. Чтобы приостановить начисление пений за ЖКХ, необходимо обратиться с заявлением в управляющую компанию, ТСЖ или ТСН. Освобождение от пений от взносов на капремонт осуществляется через владельца счета на капремонт – фонд капитального ремонта. Но в городе Сарове есть более 40 домов многоквартирных, где выбран способ управления фондом капитального ремонта – это спецсчет. Соответственно, владельцами спецсчета остается управляющая компания. Поэтому в таком случае необходимо обратиться в управляющую компанию. От имени мобилизованного обратиться в учреждение может любой из членов его семьи по доверенности. К заявлению необходимо прикрепить и пакет документов. С перечнем можно ознакомиться в указе губернатора Нижегородской области номер 286. Необходимо вообще-то писать заявление во все ресурсоснабжающие организации, управляющие компании, кто оказывает услуги. То есть этот перечень можно увидеть на любой нашей квитанции. То есть он в верхней части обозначит. Могу сказать, что мы договорились со всеми организациями о том, что необходимо прийти только в одну организацию, это в главную управляющую компанию. Не нужно ходить по всем организациям. То есть мы это сделаем уже потом за них. Стоит обратить внимание, что пени не спишут, а только приостановят их начисление на период действия контракта мобилизованного. После того, как гражданин закончит военную службу, необходимо сообщить об этом в учреждение для того, чтобы восстановить начисление пеней. По всем вопросам обращайтесь в свою управляющую компанию или по телефону биллинговой компании 999-00, а также в личном кабинете абонента. Светлана Ерунова, Евгений Шикарев, Евгений Ивашенко. Служба новостей Саров, 24. Летом в Нижегородской области сформировали новый состав общественных помощников, уполномоченных по правам человека и по правам ребенка. Саровьем стала Екатерина Скворцова, заведующая отделом обслуживания библиотеки имени Маяковского. Осенью она приступила к своим обязанностям. Пока для меня это область и сфера деятельности новая, но по мере возможности стараюсь вникать, изучать законодательную базу, стараюсь консультироваться и выпорать уполномоченных для того, чтобы правильно как-то грамотно решать эти вопросы. По сути, общественные помощники – глаза и уши уполномоченных, которые не всегда могут выехать на место и оценить ситуацию. Спектр вопросов, с которыми можно обращаться к помощнику, широкий. Это и обращение о нарушении прав, свободы, законных интересов граждан. И жалобы на решение органов власти, учреждений и организаций. Проблемы, с которыми приходят саровчане, самые разные. Больше, пожалуй, всего это было таких социальных вопросов, касающихся решения жилищной проблемы. Также были вопросы о неуплате алиментов, то есть взыскании задолженности. Сразу хочу сказать, что морально в принципе тяжело, потому что люди приходят со своими проблемами. То есть это как бы тоже определенная такая эмоциональная, моральная нагрузка. Ну, как у человека отзывчивого эмоционально, у меня, конечно, желание помочь. И если бы это было в моих силах, я готова была помочь каждому. Но надо понимать, что даже уполномоченный не всегда может решить проблему. Общественный помощник может еще раз обратиться в компетентные органы, выяснить, какие документы необходимо собрать, какие действия предпринять. Если как бы со своей стороны посчитает нужным, может от своего имени в интересах обратившегося отправить обращение в аппарату полномочного по правам ребенка или в аппарату полномочного по правам человека. Но это тоже не стопроцентная гарантия. То есть в любом случае обращение будет рассмотрено, консультация людям будет оказана. Но не всегда ответ будет, скажем так, положительный или такой, который удовлетворит запрос. Но я думаю, что в принципе уполномоченные, если будет много обращений, то есть не только из Сарова, а из других муниципалитетов, то уже будет понятно, что, например, такая проблема существует, и нужно уже вносить какие-то изменения на законодательном уровне. Прием общественного помощника проходит в первую рабочую среду месяца. Предварительная запись обязательна. При себе надо иметь паспорт и копию документов. Записаться можно по телефону 8 962 507 31 86 и 9 90 28. Прием проходит с 16 до 17 30. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Жизни с каждым днем становятся страшнее. Каждый день у нас по покойнику. Люди падают и умирают буквально на ходу. Такие строчки из писем жителей блокадного Ленинграда нельзя читать без содрогания. 872 дня люди страдали от голода и болезней, выживали под обстрелами и бомбардировками, смотрели в глаза смерти. В день освобождения северной столицы от фашистской осады вспоминают и подвиг советских солдат, и мужества ленинградцев, и тех, кто стал жертвой страшного периода блокады. Многие люди отдали свои жизни из-за этой войны, сражались добросовестно. Многие умерли, поэтому мы должны их помнить, так как они спасли нашу страну. Не трудились, голодали, было холодно. Даже кто болел, они все равно трудились. Было очень холодно, голодно. Люди отдавали свои жизни ради того, чтобы спасти нас, чтобы у нас было мирно, не было головой. В день воинской славы России у Вечного огня прошел митинг. Почтить памятью и минутой молчания одной из страшных страниц Великой Отечественной войны пришли члены и руководители ветеранских организаций и администрации города, молодежных военно-патриотических клубов, учащиеся образовательных учреждений. Мы преклоняемся перед нашими воинами, которые с честью пронесли все тяготы и лишения воинской службы и разомкнули блокады. И преклоняемся перед жителями Ленинграда, которые, несмотря на холод, выдержали все невзгоды. У Вечного огня было много молодежи. В день полного освобождения Ленинграда от блокады ребята вспомнили историю Великой Отечественной войны и рассказали о своих родственниках, которые ушли на фронт. Прадедушка у меня воевал. Он умер, когда его поезд разбомбили. Он ехал в госпиталь, его поезд разбомбили. Моей прадедушке один погиб в 43-м году. Он скончался в госпитале от боевых ран. Второй выжил. Он не дожил до моего рождения где-то месяц или полмесяца. Я помню, я горжусь, потому что я взялась в такой семье, где много людей, которые были в войне и заработали много разных наград. В память о жертвах блокады Ленинграда все пришедшие возложили цветы к Вечному огню. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Сталинградская битва – одно из крупнейших сражений Великой Отечественной войны. Летом 1942 года немецко-фашистские войска развернули наступление на Южном фронте. В первую очередь под удар попал город Сталинград, который сейчас носит имя Волгоград. В первый этап битвы в оборонительных боях советские войска сокрушили наступательную мощь врага. Сталинградская стратегическая наступательная операция закончилась 2 февраля 43-го. Победа советских войск в битве стала переломным этапом в ходе Второй мировой войны. Анатолию Васильевичу Веселовскому, испытателю ядерного оружия, через полтора месяца исполнится 90 лет. Он был еще школьником, когда объявили войну. О том, что объявили войну, он узнал, когда мальчиком возвращался с друзьями с рыбалки. Немцы, конечно, прорывались очень здорово. Ну, ввели карточную систему. Отец мой был главным бухгалтером завода. Он получил 600 грамм черного хлеба. Работник, который работал руками, дружил 800. Дети получили 300 грамм хлеба. А Мария Ивановна Бикинева вспоминает, как сразу в первые дни войны брата отправили на фронт. В 19 лет он стал командиром полка. Отца мобилизовали в трудовую армию. Сестра трудилась на заводе. Сама Мария Ивановна пошла в школу. Рассказывает, что тогда было учиться трудно. Первый год, конечно, хорошо еще. Пока была бумага, было все. А уже вот 43-й год, 44-й год у нас уже ничего не было. И ходить нечего было. Одеть нечего было. Привезли в город очень много для работы на заводе. В Сарове в день разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве ветераны, члены организации «Дети войны» и представители администрации возложили цветы к вечному огню. Про памятную дату рассказали и школьникам в библиотеке имени Маяковского. Там прошла акция «200 минут чтения. Сталинграду посвящается». Ученикам рассказали о ключевом событии Великой Отечественной войны. Юные гости библиотеки прочитали отрывки из военных произведений, а также стихотворения, посвященные Сталинградской битве. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Благоустроенные детские площадки, мафы и дорожки, уличное освещение и дороги. Саровчане могут сами решить, что в нашем городе необходимо благоустроить в первую очередь. Третий год в регионе действует проект инициативного бюджетирования «Вам решать». И 1 февраля стартовал прием заявок от жителей на участие в этой программе в 2023 году. Можно подавать проекты по направлениям ремонт или благоустройство дорог или проездов на территории жилой застройки. Это можно подавать проекты, касающиеся мероприятий по благоустройству дворовых территорий, установке и ремонту детских и спортивных площадок. Кроме того, можно подавать заявки с точки зрения обеспечения реализации каких-то досуговых услуг по ремонту объектов в жилищно-коммунальной сфере. В этом году в программе появилось новшество «Молодежная политика», то есть приветствуется подача заявок на создание среды для досуга молодежи. За это предусмотрены и дополнительные баллы. Чтобы поучаствовать в проекте «Вам решать», горожанам нужно до 20 февраля определиться с тем, какой объект они хотят, и заполнить опросные листы. После того, как к нам поступают опросные листы, Департамент городского хозяйства оформляет заявку для защиты ее в Министерстве внутренней политики. И уже непосредственно работает для оформления этой заявки с инициаторами проектов, ну и прикладывает необходимый комплект документов. После того, как мы заявки все сформировали, мы обеспечиваем защиту в Министерстве внутренней политики всех заявок, которые поступили от наших граждан. Затем в марте стартует основной конкурсный этап – голосование жителей. По результатам голосования отберут проекты победителей, которые будут реализованы в этом году. Напомню, в 2022-м до этапа голосования дошли 18 проектов, но победили 10. Критерии оценки немного изменились. Но суть этих критериев остается прежней. Прежде всего, данный проект должен затрагивать интересы достаточного количества людей, направлен должен быть на решение вопросов местного значения, должна быть обеспечена социальная значимость проектов, ну и серьезная поддержка наших горожан. По всем вопросам, связанным с участием в программе «Вам решать», обращайтесь в Департамент городского хозяйства. Запись интервью с Людмилой Шлипугиной смотрите в рубрике «Без комментариев» на Саров-24. Годовой рост цен на продукты питания в декабре сдерживал стоимость сахара. Увеличился объем сбора сахарной свеклы, а издержки производителей сахара уменьшились. Поэтому темпы роста цен на этот товар были более низкими, чем обычно. Что касается непродовольственного сегмента, то здесь потребители все-таки предпочитали больше сберегать, нежели чем тратить. Даже несмотря на расширяющиеся возможности параллельного импорта и более широкую линейку брендов из стран Азии и СНГ. Вот конкретно на примерах смартфоны снизились в цене в декабре, а темпы роста цен на компьютеры, стиральные машины были ниже, чем в предыдущие периоды. Что касается темпов роста цен в сфере услуг, то здесь основным драйвером выступила индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Динамику цен в сфере услуг определили тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства. Произошло это из-за переноса их индексации на декабрь 2022 года. Годовая инфляция в Приволжском федеральном округе России в целом была на уровне 11,9%. По Нижегородской области этот показатель был ниже и составил 11,5%. В соответствии с проводимой денежно-кредитной политикой, Банк России ожидает инфляцию в диапазоне от 5 до 7% по итогам 2023 года и возврат к 4% по итогам 2024 года. За три часа работы 150 тысяч рублей такой навар саровчанин получил за помощь мошенникам из другого государства. Охотник за легкими деньгами был курьером, забирал жертв, выманенные обманом средства, и отправлял злоумышленникам. Себе забирал комиссию 10%. Обмануть в нашем городе в прошлом году успели трех пожилых саровчанок на сумму полтора миллиона рублей. Работали по классической схеме. Пожилым гражданам на стационарные телефоны осуществлялись звонки, представлялись, что ваш сын, внук и другой родственник попал в ДТП, или что-то с ним произошло, совершил какое-то преступление. И для того, чтобы решить вопрос положительно, отмазать его от уголовной ответственности, необходимо передать денежные средства. Соответственно, мошенники уточняли, сколько денежных средств есть у гражданина, в основном пожилого гражданина, это мужчины, женщины были. В ближайшее время воспользоваться услугами этого курьера мошенники уже не смогут. В этом году его уголовное дело направят в суд. Работали на территории региона и организованными группами. В прошлом году в Нижнем Новгороде полиция нашла и ликвидировала мошеннический колл-центр, сотрудники которого обзванивали россиян и убеждали оплатить страховые взносы для получения кредитов. Мошенники регулярно придумывают десятки новых способов обмана. Но самыми доходными до сих пор остаются звонки банковских служащих. Сообщают, что в отношении граждан кто-то взял кредит третьей лица, а то и 12-15 кредитов. И для того, чтобы пресечь все эти действия, необходимо гражданину взять еще один кредит, иначе ему больше никогда в жизни кредит банковская организация не даст. И все денежные средства, которые у него есть на счетах каких бы то ни было, перевести на резервный счет. И все у него будет хорошо. Итог. Жертва своими же руками отдает деньги преступникам и при этом остается должна банку. Таких историй десятки. Звонят сотрудники службы безопасности, полицейские и представители разных государственных структур. Первая и фатальная ошибка в таких ситуациях – вступать в диалог с преступником. Как правило, на конце провода хорошие психологи и манипуляторы, которые обманули сотни человек. Сразу кладите трубку и перезванивайте в свой банк сотрудникам полиции или в ту организацию, из которой вам звонят. Проверяйте информацию в других источниках. От обмана не застрахован абсолютно никто. Потерпевшие абсолютно разные люди, разного возраста, разного социального положения, дохода и так далее. Это и учителя, и врачи, и повара, и продавцы, и научные сотрудники, и водители, и абсолютно разные категории. Нельзя сказать, что какие-то конкретно подвергаются мошеннические действия. Это абсолютно разные люди. Треть преступлений, которые совершали в Сарове в прошлом году – мошенничество. По сравнению с 2021 годом их количество выросло на 50%. Со 119 до 179 случаев. Не доверяйте слепо незнакомым собеседникам на другом конце провода. Проверяйте любую информацию и не принимайте поспешных решений. Анна Перепец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Ибупрофин, амоксицелин, флоемуцил пропали с полок многих аптек региона. Ситуацию прокомментировал глава областного Минздрава Давид Милик-Гусейнов. Дефицит произошел, по его мнению, из-за ажиотажного спроса на лекарства людей, опасающихся повышения цен или исчезновения фармпрепаратов с отечественного рынка. Любой ажиотажный спрос, это вот представьте себе лавину, горы спускающуюся. Лавину можно остановить? Невозможно. Что бы вы ни делали, как бы вы ни регулировали этот процесс, лавина все равно сойдет. Вот ажиотажный спрос пошел, люди выкупили в аптеках весь ассортимент, который находится на полках, все, что находится в стоках, на складах. А дальше требуется время, чтобы эту пустоту заполнить. Потому что логистические цепочки, они тоже не могут быстро приспособиться к этим ажиотажным явлениям. Рассказал Давид Мелик-Гусейнов и об увеличении зарплат медикам. Он отметил, что оно коснется только тех медучреждений, где повышение зарплат еще не происходило. В целом фонд оплаты труда увеличили на 19%. А с февраля дополнительные выплаты от 4 до 18 тысяч рублей начнут получать медики, работающие в сельской местности. Да, мы планируем и в этом году повышать заработные платы. Но как, от нас это в меньшей степени зависит, потому что деньги распределяются в системе обязательного медицинского страхования. Вот сколько приходит финансовых средств, столько мы и отдаем в систему. Другой вопрос, как внутри медицинских организаций выстроен процесс начисления заработных плат, преминирования сотрудников. Однако всех уже принятых мер недостаточно подчеркнул чиновник. В первую очередь нужно навести максимальный порядок в профильности, в коечности медицинских организаций. Глава ведомства пояснил, что есть больницы, в которых недозагруженный коечный фонд, то есть эти места простаивают. Больница должна работать. Чтобы повышать заработную плату медикам, должна работать койка. Должен быть оборот у этой койки, должны быть пациенты. Но это не те пациенты, которых мы поймали где-то на улице, положили, полежите, нам за вас заплатят деньги. Это должны быть целевые пациенты. В этом году в регионе появится первый в России детский пояс здоровья. Сейчас укомплектовывают бригаду специалистов, педиатров, стоматологов, офтальмологов и других. Пояс проедет по всей Нижегородской области и будет останавливаться в школах и детских лагерях. Особое внимание также уделяют проблеме нехватки медицинских кадров. К этому вопросу важно подойти комплексно, считает чиновник. Недостаточно одних премий и стимулирующих выплат. Политика на удержание, политика на стабильный, комфортный мир сотрудника. Это не только заработная плата, это не только стимулирующие выплаты. Это еще решение социальных вопросов. Детский сад, школа, какие-то культурно-досуговые вещи должны быть в обязательном порядке. Поэтому мы к этой проблеме подходим комплексно. Также Давид Мелик-Гусинов сообщил о новой зимней и летней форме, которая появится у работников скорой помощи. Современный дизайн одежды подчеркнет статус специалистов. Форму планируют сделать удобной и легкой. В походных и полевых условиях окопные свечи выполняют для бойцов функцию портативного обогревателя или плитки. На огне можно подогреть еду или воду. У таких свечей пламя больше и мощнее, чем у обычных, и горят они достаточно долго. К тому же окопные свечи не затухают на ветру. Их не жалко потерять или выбросить. Три ключевые компонента для их изготовления – консервная банка, картон и парафин. Собираются консервные банки. Чистые, с ровными краешками. Нам люди приносят, любой человек приносит одну, две, три баночки. Мы их складываем, у нас уже накопился огромный мешок. Туда устанавливаются фитильки, картоночки. Все, банка готова для заливки. Дальше заливается парафин, он в два этапа заливается, и свеча готова. Инициатива делать окопные свечи изначально принадлежала волонтеру организации. Золотые руки ангела Маргарите Прохоровой. Она посмотрела технологию и запустила процесс изготовления окопных свечей в домашних условиях. Узнав об этом, члены армира предложили женщине для работы свою мастерскую, где есть все необходимые технические условия. К помощи волонтерам подключился и храм всех святых. Свечные огарки также идут на заливку окопных свечей. Я задавал напрямую людям вопрос, потому что мне самому было интересно, а действительно ли они нужны. И говорят, да, действительно нужны. Их даже можно ставить в блиндажные буржуйки. То есть вместо дров ставится несколько свечей, и они способны отапливать. Вот, нет дыма. Сделать свой вклад в изготовление окопных свечей может любой желающий. Молодежное объединение «Армир» принимает чистые консервные банки без острых рваных краев. Также волонтерам можно принести парафин и картон, который не содержит клея или ламинированных элементов. По всем интересующим вопросам обращайтесь в объединение «Армир» при клубе здоровья Центра внешкольной работы или пишите сообщение в группе ВКонтакте. В прошлом году учащиеся архитектурно-художественного отделения детской школы искусств на сцене Дома молодежи выступили с отчетным концертом «Страна мастеров». Представление работ сопровождалось музыкой, сценическими элементами и хореографией. Ребята погрузили зрителей в сказочное путешествие по большой и необъятной России. По итогам этого концерта в Музее народной игрушки создана первая выставка этого года в гостях у мастеров России. Выставка получилась очень нарядная, праздничная, масштабная. Наш камерный зал превратился благодаря вашим работам в своеобразное арт-пространство, в которое вот в каждом уголке, в каждом местечке хочется рассматривать, придумывать, фантазировать, погружаться в атмосферу народного творчества. На выставке ребята представили культуру России от юга и до севера. Здесь можно увидеть оленеводов и шаманские бубны, познакомиться с горными пастухами и их овечками, рассмотреть причудливые орнаменты сказочных рыб и русских народных сарафанов. Музейное пространство также пестрит и разноцветными цветами, венками, фруктовыми корзинами и искусными вышивками. Для своего творчества учащиеся использовали картон, бумагу и другие подручные материалы. Нам сказали эту работу делать неожиданно, но у нас был ограниченный срок примерно две недели, но мы успели все сделать. Это была групповая работа, мы потом выступали. У нас был танец оленей и у нас тоже была подготовка к танцу оленей. На торжественном открытии выставки в гостях у мастеров России учащиеся архитектурно-художественного отделения рассказали об истории создания своих работ. Экспозиция в Музее народной игрушки продлится до 25 февраля. Телефон для справок 664-94 для лиц старше 6 лет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова